Друзья, всем привет! Мы с вами в последнее время разбираем много франшиз, и это неудивительно, потому что на сегодняшний день франшиза – это один из немногих доступных способов открыть бизнес с нуля. Но все франшизы построены по одинаковой модели, а вот сегодня к нам на распаковку попала франшиза с другими правилами ведения бизнеса. Речь сегодня пойдет о торговой сети «Пятерочка», которая входит в розничную компанию X5 Group. Если честно, для меня вообще стало удивлением, что можно быть не только владельцем акций, но и собственником магазина. Сейчас у «Пятерочки» больше 20 тысяч торговых точек, и из них оказывается 292 – это франчайзинговые точки. Активное развитие идет по всей России, торговая сеть есть уже в 69 регионах, включая Сибирь и Дальний Восток. Причем компания перешла к модели обратного франчайзинга. Она отличается от известной нам обычной классической модели. Перешла она в 2018 году. Что есть такое у обратной франшизы, чего нет у классической, мы поговорим с вами подробнее чуть-чуть позже. Итак, франшиза продуктовой сети. Почему она может быть интересна именно сейчас? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Ну, во время любых кризисов мы в первую очередь экономим на чем? На машинах, на технике, на украшениях, на путешествиях, на салонах красоты. Чтобы совсем ужать расходы, мы можем меньше тратиться на обувь, одежду, на какие-то непродовольственные товары. И только в последнюю очередь мы будем экономить на еде. Конечно, потребительская корзина может меняться. Например, люди могут отдавать предпочтение бюджетным продуктам или маркам торговых сетей. Или могут начать вести строгие списки самого необходимого перед тем, как в магазин пойти на эти списки смотреть. Но в целом продуктовая розница всегда остается одной из самых стабильных отраслей в экономике. Это факт. Вы можете мне возразить, что все больше людей покупают онлайн, там любят выбирать товары на маркетплейсах. Согласна, это есть. Но в любом случае за свежим хлебом, за другими товарами именно повседневного спроса мы продолжаем ходить ножками, но либо пользуемся доставками торговых сетей из так называемых вайтсторов. Кстати, формат магазинов у дома показывает сейчас наибольший рост продаж. Это подтверждает исследование Nielsen IQ. Если в 2020 покупатель посещал в среднем 4 торговые точки, то в 2022 году количество выросло почти до 6 магазинов. Люди охотнее отовариваются рядом с домом и в магазинах с доступными ценами. Это хорошо видно на графике. Тут показано, как изменялись продажи в денежном и натуральном виде в 2022 году по сравнению с прошлым периодом. Мы видим, что магазины у дома показывают стабильный рост. Ну а что касается показателей самой пятерочки, то согласно отчету X5 Group, ее оффлайн-выручка за прошлый год выросла на 18% и составила более 2 триллионов рублей. Инвесторы в курсе. Итак, продуктовый ритейл. Интересно. Разобрались. Пятерочка. Еще интереснее. Осталось понять, как устроена финансовая модель обратной франшизы, к чему в целом готовиться к потенциальному франшизе, ну и, конечно, сколько прибыли и в какие сроки можно ожидать. Во всех этих вопросах мы вместе с командой разобрались. Сейчас вам расскажу, что мы выяснили. Валерия, добрый день. Здравствуйте. Очень рада с вами встретиться и лично задать все вопросы, которые нас интересуют. Давайте начнем с основного, самого главного. Как давно в целом «пятерочка» продает франшизы и чем эта модель отличает вас от других представителей на рынке? Ну, франшиза второго сети «пятерочка», она, в принципе, появилась в 2010 году. И мы работали по прямой франшизе, модели прямого франчайзинга до 2015 года. А в 2015 году мы приостановили развитие франчайзинга для того, чтобы пересмотреть внутри, потому что прямая модель франчайзинга, она была не совсем удобна даже для компании. Вот, были некие последствия в виде дебюторской задолженности, которые, в принципе, это дополнительные ресурсы, нужны дополнительные работы для этого, чтобы работать с дебюторской задолженностью. И мы до 2018 года, собственно, не занимались развитием франчайзинга. А в 2018 году как раз запустили модель обратного франчайзинга. И вот в сегодняшний день мы работаем по модели обратного франчайзинга, развиваем эту модель. И на сегодняшний день у нас уже открыто 288 магазинов по обратной франшизе. И в сентябре мы планируем открытие нашего юбилейного 300-го магазина, и до конца года планируем еще открыть 80. Итак, пятерочка работает по обратной модели франчайзинга, а не по классической. На самом деле ничего сложного в обратном франчайзинге нет. Сейчас мы с вами быстренько разберемся по схеме. На первый взгляд у этих моделей много общего. То есть партнер платит паушальный взнос, получает право на использование торговой марки, открывает и оборудует магазин, персонал набирает и отвечает за его работу. Но есть отличия. При прямом франчайзинге владелец магазина вкладывает в товар свои собственные деньги. Ценовую политику, размер своей наценки он определяет тоже сам. Кроме того, франчайзи обязан каждый месяц платить роялти, это фиксированный процент от оборота. А в случае обратного франчайзинга немножко по-другому это работает. Владелец магазина на заполнение полок не тратится, потому что весь товар ему передает головная компания. Сеть будет сама формировать ассортимент, заниматься доставкой и ценовой политикой. Ну то есть преимущество обратной модели получается в том, что покупатель не сможет отличить магазин, который построен по франшизе, от собственной торговой точки пятерочки. Все максимально унифицировано. Теперь о доходах собственника торговой точки. Тут будет еще одно важное отличие обратной модели. Мы с вами выяснили, что франчайзер берет на себя контроль за основными операциями. Франчайзер тут это X5, соответственно, поэтому выручку распределяет он сам. Владелец магазина получает агентское вознаграждение 20-22% выручки. И при этом он должен выплатить заработную плату сотрудникам, оплатить аренду и коммунальные платежи. Такая схема выгодна франчайзеру, потому что это дает возможность активно развивать сеть через партнерство с местными предпринимателями и, соответственно, как бы доверить им операционную деятельность. Но и для вас, потенциальных франчайзер, тут тоже весомые плюсы есть, потому что владельцу магазина не придется волноваться, что будут перебои с поставками. Не надо каждый раз задаваться вопросом, на какие деньги купить новую партию. Ну и еще одно преимущество – это, конечно, узнаваемость бренда, потому что в ваш магазин гарантированно будут приходить покупатели. Правда, пока в России больше распространены все-таки прямые франшизы, обратных гораздо меньше. И вот среди продуктовых сетей «пятерочка» стала первой, кто такую схему начал использовать. Некоторые компании продавали обратные франшизы, но через какое-то время возвращались все-таки к классической модели. Почему обратные франшизы не так популярны? А потому что владельцу бренда работать по обратной модели сложнее, потому что ему приходится вмешиваться в процессы, включаться, постоянно контролировать, что называется вести за ручку. Это дополнительные затраты для головного бизнеса. А вот для франчайзи, особенно для начинающего, обратная схема выглядит гораздо проще и безопаснее. Прибыль, она в любом случае, наверное, изначально прогнозируемая нами. Если говорить про розничный товарооборот, то мы, оценивая локацию, либо помещение, которое нам присылают франчайзи, мы оцениваем данную локацию, РТО именно. У нас есть три инструмента для этого. Первый – это ГИС, это наша геоинформационная система, которая позволяет подтягивать данные, там, пеший трафик, автомобильный трафик, доход жителей в том или ином районе, еще другие критерии. Первая оценка – это ГИС. Вторая оценка – это оценка дела маркетинга, который тоже изучает рынок, знает особенности данного рынка. И третья оценка – это как раз директор дивизиона, который отвечает за развитие данной территории и точно лучше нас всех знает ситуацию на рынке внутри. То есть изначально для оценки товарооборота мы используем эти три инструмента. То есть мы на момент, когда мы смотрим локацию, принимаем решение, открывать там магазин или нет. То есть вы можете развернуть какую-то локацию? Конечно, конечно. Да, это такое часто бывает. То есть если мы видим, что изначально товарооборот низкий, то мы не будем даже там открывать магазин, мы предложим нашему франчезе посмотреть другую локацию, подобрать локацию. Либо если у нас есть какие-то локации в нашей базе, мы предложим свою локацию. Но если для нас очень важно, когда мы делаем предварительный расчет, чтобы срок окупаемости данного объекта был не более чем 36 месяцев. Это очень важно. Причем для двухсторонной, как для компании ТС-5, так и для самого франчези. Иначе инвестировать деньги в проект, который неизвестно когда окупится, тоже никому не интересно. И вот для нас очень важно. То есть мы, во-первых, можем развернуть этот объект, предложить другой. И если говорить по экономике, по доходной части, то в целом она... Да, в удаленные регионы там может быть чуть дороже логистика. Такое часто бывает. Потому что если мы понимаем, что этот магазин открывается где-то в Иркутской области, а ближайший распределительный центр у нас 600 километров от данного города, то мы понимаем, что логистика будет чуть дороже, чем если бы логистика в городе Москва или в Московской области, или в Питере. Но в любом случае, как говорится, ключевая, знаете, ключевая, наверное, как бы результат успешной точки, это, конечно, сама локация. То есть если изначально мы видим высокий товарооборот и дальше подтягивая все средние расходы, которые, операционные расходы, которые ложатся на магазин, и мы видим, что мы попадаем в тот срок окупаемости 24-36 месяцев, можно считать этот магазин успешным. А вот вы начали говорить про экономику франшизы. В целом, могли бы вы рассказать про стоимость и про роялти, а также что входит в этот роялти? Вот как раз обратный франчайзинг, чем отличается от прямой франшизы, это отсутствие роялти. У нас модель взаимоотношений, общая экономическая модель, она выглядит следующим образом. Наши франчизы, как я уже сказала, они на старте инвестируют в ремонт помещения, либо в строительство магазина и в закупку оборудования. Когда мы оцениваем локацию и готовим проект к открытию, мы даже к согласованию внутри компании выносим его на согласование на инвестиционный комитет, мы готовим полностью развернутый проект, где уже посчитаны все инвестиции в ремонтно-строительные работы, посчитаны все полностью инвестиции в оборудование. То есть наши партнеры на входе уже понимают точный размер инвестиций, сколько им потребуется денег для открытия магазина. Не как, знаете, в ремонте. То есть ты планируешь 10 миллионов, а на выходе у тебя 20 получается, если говорить о ремонт квартиры. То здесь как раз они инвестируют, как я уже сказала, в ремонт, в оборудование. Весь товар, закупку товара инвестирует компания «Пятерочка». Мы закупаем данный товар, поставляем нашим франчезе его, они не измораживают свои денежные средства в закупку товара, получают этот товар на реализацию, реализовывают его, и в конце месяца по итогам работы они получают агентское вознаграждение за то, что они реализовывали наш товар. В среднем это 21-22% от выручки. И это является их доходной частью. То есть это их доход. Если говорить про инвестиции в средний магазин, это где-то порядка, наверное, 16-17 миллионов в магазин форматом площадь 400-450 метров квадратных. Из них, наверное, порядка 7 миллионов это будет ремонт и строительные работы, порядка 9 миллионов это будет оборудование. Вознаграждение, выручка на магазин такой площади, средняя выручка, это где-то в месяц порядка 11 миллионов рублей без НДС. То есть доходная часть нашего франчези в этом магазине, в этом случае, составляет 20, давайте возьмем 20%, это 2 миллиона 200. То есть его агентское вознаграждение 20%, если мы считаем. Операционные расходы в среднем где-то порядка, наверное, 15-16% составляют. Это что? Это аренда, это фод, зарплаты. Коммунальные расходы. Есть у нас такая статья, как потери. Это как раз включает в себя кражу, просроченную продукцию. И чистой прибыли где-то остается порядка 4-5% в месяц у нашей франчези. Теперь давайте перейдем к цифрам на конкретном примере. Но вот вы часто жалуетесь, что мы очень много говорим про Москву и Питер, поэтому мы решили при разборе в качестве примера взять магазин в Казани и возьмем стандартную площадь 350 квадратов. Чтобы его открыть, нам нужно 15,5 миллионов. На ремонт 6 миллионов, на оборудование 9, на паушальный взнос каких-то полмиллиона. Можно сказать, совсем ерунда. По собственным оценкам сети, такой магазин в год может генерировать почти 119 миллионов выручки и приносить владельцу более 6 миллионов рублей прибыли. Ну а, кстати, такой вот прогнозируемый розничный товарооборот будет обязательно прописан в договоре. Итак, затраты окупятся за 29 месяцев. 24-36 – это вот тот срок окупаемости, который озвучивает компания. Вообще, эта модель особенно интересна тем, кто является собственником помещения, потому что аренда съедает в среднем 5-10%. Без нее срок окупаемости будет, соответственно, еще меньше. Есть ли гарантия, что франчайзи уложится в срок до 36 месяцев по окупаемости? Есть. И это как бы сама партнерская схема такого бизнеса. То есть вы подбираете, ремонтируете помещение, вы нанимаете персонал. Пятерочка поставляет товары, то есть вкладывается в ваш магазин не меньше, активно вкладывается. Конечно, франчайзер заинтересован в том, чтобы собственник точки вышел на прогнозируемую прибыль. Не просто заинтересован, а будет всячески помогать. Перед тем, как открывать новый магазин, каждый проект выносится на инвестиционный комитет. Там рассматривается его рентабельность, и по итогу франчайзи получает вот такое полностью готовое решение, можно сказать. Если срок окупаемости по проекту будет оцениваться больше, чем в три года, то магазин в этом помещении, в этой локации просто не откроют. То есть в каком-то смысле получается, что Пятерочка здесь помогает вам как бы спланировать бизнес, проанализировать перспективы и как бы подкладывает соломку, чтобы вы не наделали ошибок. Знаете, есть такое бытует в целом мнение, что Пятерочка – это магазин у дома, и он на каждом углу. И в целом можно такие замечать, какие-то... Так и есть. Скажите, вот в этом случае, например, есть ли какая-то конкуренция между франчайзином? То есть получается, что вы же советуете там открыть помещение, и иногда это может быть соседнее здание. В этом случае мне тоже гарантируют окупаемость через 36 месяцев? Или это вот как-то уже по-другому считается? Ну, мы, во-первых, никогда, наверное, партнерский магазин не будем открывать рядом либо с действующим магазином нашим собственным, тем более рядом с магазином франчайзинга. Те магазины, которые вы видите вот рядом, магазин с магазином, это наши собственные магазины органические, это не органические, да, наши розничные. То есть это не франчайзинговые магазины. И это как раз... То есть мы себе таким образом перекрываем риск конкуренции. То есть если мы видим, что рядом там освободилось помещение, нужная нам площадь, а не секрет, что все магазины известных торговых марок, мы все располагаемся друг рядом с другом, и чтобы закрыть этот вопрос конкуренции, мы открываем там свой собственный второй магазин. А если говорить про магазин или про локацию, которую предлагает нам франчайзинга, первое, что мы смотрим, конечно, то есть он не должен каннибализировать наш собственный магазин. То есть если рядом есть магазин, да, вот он предлагает нам локацию, рядом, может, мы видим, что там в 100-200 метрах есть магазин пятерочка. То есть мы в любом случае вряд ли будем там открывать магазин, потому что он будет либо каннибализировать наш собственный магазин, это будет отток по выручке, если это франчайзинговый магазин, то в целом это запрещено договором коммерческой концессии, потому что при подписании договора мы определяем некий радиус, закрепляем за нашим франчайзи, в рамках которого мы не имеем права открывать магазин пятерочка, продавать франшизу там. То есть в этом случае вряд ли, то есть если ваше помещение, которое вы предложите, как я уже сказала, будет где-то рядом с одним из наших магазинов, вряд ли мы его откроем. Если это будет наш магазин и нам нужно будет закрыть вопрос конкуренции, мы откроем свой второй магазин. Вы смотрите на самого франчайзину, то есть бывает ли такое, что вы прям понимаете, что с человеком вам не по пути? Бывает. Есть, то есть, такой и фейс-отбор, да, тоже? Ну, не совсем фейс-отбор. У нас, мы это называем встречи-знакомства обязательно. То есть это для меня важно вообще. Вот я когда встречаюсь с франчайзи, ну, с новым, с потенциальным, кто хочет с нами сотрудничать. Просто так получается, что как я отвечаю за развитие и за привлечение новых франчайзи, да, я уважаю этим отделом, то, конечно, первые эти встречи, они все проходят со мной. Такие, ну, как бы, знаете, на закрытии сделки мы это называем. И для меня важно вообще, в первую очередь, насколько франчайзи готов вовлекаться в процесс, насколько он будет вовлечен, насколько он готов соблюдать наши регламенты и стандарты. То есть мы не с плеткой, мы не с целью наказать. Для нас очень важно, чтобы, конечно, наш покупатель, покупатель в магазине получил то качество услуги, которое мы, в принципе, все как бы стремимся, да, что для нас покупатель наш, это самое главное. Если франчайзи, которая к нам обращается, хочет открыть магазин, думает как-то иначе и рассуждает иначе, для него это исключительно там, вот бизнес, только бизнес, и он не готов вовлекаться в процесс. Наверное, здесь я так еще сделаю шаг назад и буду дальше, да, спрашивать, а почему именно мы? Ну, почему именно мы? Вопрос, наверное, чаще всего, ответ чаще всего на этот вопрос, потому что мы лидеры рынка, и гарантия с нами, это все-таки 100%, все, кто открывает магазин «Пятерочка», знают, что в этот же день к ним придет там гарантированно, не знаю, 500 покупателей, да, то есть это такой вот там гарантированный доход с первого дня. Возвращаясь к вашему вопросу, то есть важно, чтобы разделял наши ценности, важно, чтобы он готов был следовать нашим стандартам и регламентам, потому что, как я уже сказала, это очень важно. И все-таки так, как это бизнес и продуктовый ритейл, это, ну, я сейчас не буду там переводить другие примеры с другой отрасли, да, где управление тем бизнесом чуть проще, чем все-таки, если мы говорим про, да, магазин продуктов, вообще магазин формата у дома, наличие опыта предпринимателя, ну, если он есть, это будет здорово. Не хотелось бы, конечно, человек приходит совершенно из другой отрасли, если он ранее не имел опыта предпринимателя, ему будет сложнее, наверное. Хотя, с другой стороны, я всегда говорю, что наша модель, вот именно обратно, франчайзинг, она настолько упрощает, вообще, в принципе, управление своим бизнесом, что даже если у вас нет опыта в ритейле, вы точно справитесь. Но все-таки хотелось бы, конечно, чтобы опыт предпринимателя был за спиной. Хорошо, тогда про модель обратного франчайзинга. Возвращаемся. Если вы говорите, что там роялти нет, в него там, соответственно, не входят какие-то пункты, да, что вы предлагаете в этой модели обратного франчайзинга? Что там входит помимо товара и помимо того, что вы помогаете найти помещение? Какие пункты? Ну, помогаем найти помещение, оцениваем, думаю, все-таки на самом деле выбрать ту, как сказать, точку, которая 100% выстрелит. Ну, если у тебя нет команды, которая поможет тебе привести этот анализ рынка, ну, сделать самостоятельно это очень сложно. Ну, как бы это такой тоже момент. Маркетинговая поддержка это обязательно, то есть, я думаю, всех на слуху пятерочка выручает. Здесь про дополнительную рекламу не нужно рассказывать. Обучение, то есть, это тоже очень важно. Обучение сотрудников тоже? И сотрудников тоже. У нас, но в первую очередь, мы обучаем первую линейку, то есть, это директор магазина, зам его, сам франчайзи. У нас обучение, оно состоит из двух, так сказать, два этапа. Первый – это теория, а второй – это практика. Обязательная часть. То есть, на неделю мы отправляем наших коллег на практику в магазин. Пожалуйста, рядом с домом выберите, поудобнее, поближе к себе. И мы отправляем на практику для того, чтобы они могли погрузиться во все эти процессы. На выходе, конечно, они уже более опытные, они уже поняли, как что теория – это одно, на практике это совершенно другое, как действовать в той или иной ситуации. Программные все наши обеспечения, то есть, все наши системы, внутри которых мы работаем, тоже требуют дополнительного обучения. мы обучаем. Если говорить про обучение уже второй линейки, это кассиры. Если кассиры, продавцы, то здесь уже директор их обучает самостоятельно, но у него есть доступ, у нас есть портал «Идеальный магазин» называется. Он общий, как и для сотрудников наших магазинов, сотрудников центрального офиса, так и для сотрудников самих франчези. То есть, там находятся все регламенты, все инструкции, они достаточно подробно все расписаны, и всегда можно, потому что мы же понимаем, что кассиры, продавцы, они могут меняться достаточно часто, и каждый раз пригонять их в офис на обучение – нет. Директоры обучают их самостоятельно. Еще тоже очень важное такое, если говорить про помощь, что, наверное, нельзя об этом не сказать, мы, когда готовим проект любого магазина, который открывается, он достаточно, как я уже сказала, развернут на 365 листов. То есть, это прям такое полное техническое задание, технический проект, с которым ты можешь либо обратиться к нашим поставщикам, поставщиков своих мы тоже даем, и поставщики ремонта строительных работ, подрядчики, поставщики оборудования, все это мы тоже передаем, все эти контакты нашим франчези. То здесь такой еще очень, наверное, важный момент, и он очень такой, наверное, на что стоит обратить внимание, что, когда мы готовим данный проект, у нас наш технический специалист, он выезжает на место, он смотрит эту локацию. То есть, проект он не просто чертит где-то там в автокаде, не зная всех особенностей, то есть, он снимает все замеры, он изучает полностью эту локацию для того, чтобы подготовить этот проект полностью на, так, чтобы его можно было защитить. И дальше... Это же как дизайн решения, да? Это и есть, да, это полностью проект, дизайн решения. То есть, ты с этим проектом можешь потом выйти и пойти либо к нашему подрядчику, который, в принципе, уже строили не один наш магазин, либо прийти к подрядчику, который не занимался раньше, не сталкивался с ремонтом, либо со строительством нашего магазина, ему будет все понятно. И в процессе пока идет ремонт, либо строится магазин, я думаю, вы же и обращали внимание, то есть, у нас есть либо в помещении магазин, либо это отдельно стоящая коробка, которая возводит наши франчези. И наш вот этот технический специалист, он каждую неделю, раз в неделю, он приезжает на объекты для того, чтобы посмотреть, все ли, во-первых, идет в срок. Для того, чтобы у местного программа была возможность задать какие-то технические вопросы этому специалисту, если какие-то там в процессе ремонта, они всегда возникают, я думаю, вы знаете. И вот раз в неделю наш специалист приезжает. После того, как ремонт, либо строительство завершено, приезжает уже наша комиссия полностью, которая принимает магазин, смотрит, что все было в соответствии со стандартами. И после этого, как говорится, ставится галочку, и мы начинаем уже за тарку магазина, завозим уже товар. И франчези тоже уже знают на тот момент, какая ассортиментная матрица у него будет. То есть, вот это вот все, то есть, он уже понимает, что здесь у него будет такой товар, здесь у него будет такой товар. И главное, он не думает о том, что нужно, сколько мне нужно купить молока, чтобы поставить его на полки. Два пакета, десять пакетов, а сколько его видов должно быть? А где должны располагаться овощи, фрукты, а где должны быть сухая продукция? Ну, там, рис, макароны. То есть, это настолько готовое решение, что мы полностью, конечно, полностью этот вопрос закрываем на себя. То есть, наши франчезины, за ним остается это только управление магазином и управление персоналом. Но все же, какие могут быть риски, да, при покупке франшизы, как бы вы их сами описали? И есть ли опыт, закрывались ли магазины в целом по такой модели, а если закрывались, то опять-таки почему? А если говорить про риск, может такое случиться, это реальный кейс, когда магазин работал, торговал, все хорошо, и в один прекрасный момент перед магазином вырывают огромную траншею, строят новую дорогу, и все. То есть, получается, доступ к магазину, он перекрыт, народ перестает в него ходить. Соответственно, резко падает выручка. В этот момент, ну, что делать в франчезе? Ну, тут вариант какой? То есть, ты действительно можешь закрыться, либо ты можешь найти новую локацию, куда ты можешь рядом переехать. Да, ты получается, что ты действительно попадаешь, вот на, ты потерял инвестиции, которые у тебя были в ремонт, ну, в ремонт заложены, но здесь как бы с этим риском, на самом деле, столкнуться может кто угодно. Не только наши франчези, мы в том числе. И здесь нужно просто, наверное, принимать решение, что ты хочешь дальше. То есть, если ты видишь, что твой бизнес работает, важно найти снова локацию, желательно где-то, не всегда, кстати, в этом же районе, вот у нас так получилось, что франчези в итоге переехал вообще совершенно в другой район и открыл там магазин. То есть, он переехал. Он переехал. Да, то есть, у нас в принципе, ну, если говорить про договор коммерческой концессии, у нас есть штраф за то, что если ты решил в один момент, прекрасно, выйти из договора, ну, то есть, ты можешь захотеть перейти к конкуренту, либо, ну, случаи могут быть разные. Просто так, вот так по щелчку взять, выйти, пока действует договор, ну, без штрафа, к сожалению, не получится. Но, если есть вот такие, вот, как я сказала, риски, которые могут повлиять на розничный товарооборот, потому что очень важно, чтобы он выполнялся на том уровне, который мы изначально его планировали в ТЭО, у тебя есть возможность без штрафа выйти из этого договора, причем необязательно ты должен открывать второй магазин, если ты вот, ну, нет у тебя дополнительных инвестиций на, не знаю, открытие второго магазина, да, оборудование вроде как есть в наличии, а привезти еще ремонт на 5 миллионов, у тебя нет. Ты можешь выйти из договора, выйти без штрафа, но в этом случае, ну, у нас вот наш случай, наш кейс, это когда партнер действительно нашел другую локацию, переехал туда и продолжил там работать. А сколько срок действия договора? И сразу дополнительный вопрос, вот вы говорите, что выйти нельзя, а по поводу пролонгации, ну, то есть, есть ли какие-то условия дополнительные, меняются ли как-то они, может быть, после того, как срок истекает? Срок договора у нас 7, либо 10 лет, это на выбор, как говорится, на усмотрение самого франчези. Пролонгация возможна, без каких-то либо там дополнительных пушальных взносов, пожалуйста, мы только за, чтобы мы продолжали дальше сотрудничать. и я рассказывала про риски, когда магазин закрывается. У нас в принципе магазины не закрываются, и все наши партнеры, которые открыли первый магазин, обязательно открывают второй, третий, последующий. У нас, наверное, у партнеров, у которых один магазин, это только те партнеры, которые открылись в прошлом году либо в начале этого года. В среднем у нас на одного франчезе это где-то 4-5 магазинов, есть партнеры, у которых и 25 магазинов, и 27, есть даже один партнер, у которого 67 магазинов, и они каждый год прирастают, продолжают открывать новые магазины, меняют округ. У нас есть партнеры, которые сначала открывались в Москве и в Московской области, сейчас они перебрались и развиваются на территории Лена области. Это нормальная практика. В среднем 4-5 магазинов, то есть у нас нет такого, то есть все наши партнеры, которые в принципе открыли первый магазин, через год, через два они открывали второй, третий, последующий. У нас, вот я сказала, у нас 288 магазинов на сегодняшний день работает, а это 35-40 партнеров всего лишь. То есть это не равно 288 партнеров. И сейчас мы как раз расширяем круг наших уже партнеров для того, чтобы, но мы понимаем, что ресурсы у всех не безграничны, и нам хочется тоже расширять и нашу партнерскую базу, хочется все-таки уже и новых франчези, которые находятся на других локациях. Почему мы стали открываться и на территории Восток, потому что в основном основная наша, ну, Восток, Юг, потому что вот ключевые наши партнеры, они все вот находятся, конечно, в центре, либо северо-запад. Но, друзья, если вам кажется, что скоро запляшут пушистые единороги от гладкости моих речей, от идеальных сценариев, это, конечно же, не так. Несмотря на строгий контроль франчайзера, собственник магазина все так же продолжает отвечать за возможные потери там в виде краши, просрочки. Ну, например, если товара будет слишком много, особенно на этапе открытия, когда еще небольшой клиентский поток, понятно, что убытков здесь не избежать. Ну, вообще, любой бизнес это такое очень ответственное дело, даже если вы его запускаете под присмотром опытного партнера. Но, давайте посмотрим, как работает магазин изнутри. Наша команда задала вопросы не только представителям головного офиса, но и действующему франчайзи. О том, насколько сложно управлять магазином, мы спросили у Алексея, который открыл свою пятерочку всего лишь два месяца назад. У Алексея был опыт в финансах и страховании, а в 2022 он решил купить франшизу. Он долго изучал разные варианты и остановил выбор на пятерочке, потому что, по его словам, это узнаваемый и социально значимый бренд. И вот, как теперь складываются будни Алексея. Алексея. Как вообще вот проходит теперь ваш обычный день? Ну, то есть, я так понимаю, что вы участвуете активно во всех процессах, ну, приблизительно, можете? Ну, сейчас день немножко формируется, скажем так, уже к какому-то понятному графику. До этого, скажем так, до момента открытия, наверное, 24 часов в сутках мне не хватало. Всегда хотелось, чтобы их было больше. Вот. И в преддверии открытия у меня были дни, когда я спал там по пару, по два часа, вот, потому что нужно было все приготовить и сделать свое время на открытие. Сейчас, наверное, день состоит из того, что я приезжаю во второй половине дня, после 12, вот, потому что у нас с утра присутствует директор магазина, который контролирует все процессы. Дальше я у нее принимаю дела и, соответственно, до закрытия магазина остаюсь. Но я надеюсь, что это будет недолго продолжаться, пока у нас не произойдет становление. Потому что, к сожалению, людской, человеческий ресурс, он достаточно сложный в том плане, что найти хороших, качественных сотрудников и за приемлемые деньги. Поэтому мы, скажем так, пришли к выводу к тому, что мы сами будем воспитывать сотрудников, сами их обучать и делать, как говоря, под себя. Тогда будет уже понятно, что с этого сотрудника спрашивать и есть ли у него какое-то стремление для того, чтобы развиваться вместе с компанией. А кто занимается вопросом развития персонала? Это от головного все идет или на ваши плечи? На наши плечи. Соответственно, мне в свое время оказали большую услугу, ну, скажем так, директора кластера. Он мне познакомил с нашим сегодняшним директором, который у нас сейчас работает. Она из сети. Она работала в X5. И, собственно, у нее случился переезд в Москву из региона и ей предложили, скажем так, возглавить мой магазин. Я с удовольствием согласился, потому что опытный человек как бы в команде он как бы всегда важен. Вот вы сказали, что вы впервые вышли на контакт где-то в декабре 22-го года по поводу франшизы. А сколько времени у вас заняло открытие? Ну, то есть от момента подписания договора, то есть там ремонт, остальные какие-то отделочные работы. Могли бы вы как-то по срокам сориентировать? Все достаточно просто. То есть 10 апреля мы подписались. В течение двух недель я искал подрядчика. Мне рекомендовали некий список подрядчиков, которые уже имели опыт работы с X5 и знали техническое задание, что необходимо делать. Собственно, я повстречался, пообщался с несколькими из них. Вот тот, кто больше мне понравился и была приемлемая цена, с ним мы договорились. Собственно, получается, 10 апреля мы подписали договор и 23 июня мы уже работали, принимали первых посетителей. Это было быстро? Это было очень быстро, экстремально даже, сказал бы, быстро. Вот я в таком темпе в принципе работал в свое время, но вот магазин не открывал это точно. Поэтому такой хороший опыт. Давайте тогда о цифрах. Расскажите, сколько в целом нужно затратить денег на то, чтобы открыть магазин и какие могут быть подводные камни? Может быть, вас везде страхуют? Ну, смотрите, как бы две основные затратные вещи это строительство, и, соответственно, оборудование. Исходя из того же базового расчета X5 Group, у нас оборудование стоит порядка 10 миллионов, 9-10, в зависимости от уровня оборудования, и сами строительно-монтажные работы с материалами где-то в районе 6 миллионов. Поэтому цифры где-то от 15 до 17 варьируются. Можно немножко сэкономить, но, опять же, есть требования по техническому заданию, которые нужно придерживаться. Ну, самые, наверное, насущные вопросы для тех, кто хочет открыть магазин по франшизе, это сложности на этапе ремонта и поставки оборудования, ну, и также вопрос с привлечением клиентов, потому что именно за это отвечаете вы, да, отвечает сам франчайзи. Так насколько сложно в новой точке раскрутиться, и как сделать это максимально правильно? А какие могут быть еще вот риски или подводные камни, то, о чем вот ты не подумаешь при покупке франшизы? Ну, основная история, я думаю, которая может возникнуть, это несостыковка подрядчиков ввиду того, что в процессе организации открытия магазина участвует несколько организаций, да, скажем так, строители, поставщики оборудования, монтажники этого оборудования, кроме всего, поставщики, опять же, строительных материалов, и получается, что нужно все это как-то вот воедино совместить для того, чтобы процессы не нарушились. Вот это была самая как бы тяжелая задача, мне повезло очень сильно с подрядчиком по строительным работам, у него уже отлажены были процессы с точки зрения поставщиков, я на себя взял, соответственно, оборудование и поставщиков, и монтажников, поэтому у нас все как бы удалось в срок уложиться. Вот вы сказали, что часть товаров вы закупаете, ну, типа, вам поставляют, да, а часть закупаете сами? Нет, нет, нет. X5 нам, соответственно, дает на реализацию товар, мы его продаем, соответственно, переводим в выручку и получаем агентское вознаграждение. Есть товар, такой, как алкогольная продукция, который нам по договору поставки со срочкой 40 дней как поставить, ну, на консигнацию. Мы в течение 40 дней должны рассчитаться за ранее осуществленную поставку и расплатиться с X5. Сколько ежедневно у вас клиентов в магазине? Вы как-то ведете статистику? Да, конечно, конечно. Это же основной, как бы, наш хлеб, можно сказать, да. Мы отслеживаем статистику, скажем так, локация относительно новая, и здесь в свое время в этом здании существовал военторг, это вообще как бы территория воинской части, здесь был продуктовый магазин и был магазин одежды от военторга. Вот, и мы отслеживаем то, что клиентский поток потихонечку к нам растет, да, если мы начинали там до 400 человек в день, то сейчас уже 500, 500 с небольшим, да, это вот за два месяца. Понятно, что мы используем различные маркетинговые приемы, начиная там от листовок по соседним районам, да, о том, что мы здесь открылись и приходите к нам, потому что многие узнают с опозданием, заканчивая тем, что мы, ну, как это сказать, мы, наверное, пытаемся сделать удовлетворен каждого клиента, который приходит к нам в магазин. Я лично, как, ну, не знаю, владелец франшизы, я на первом этапе перезнакомился со всеми посетителями, вот, установил все отношения, потому что, зная из предыдущего опыта, когда есть доступ, так назовем его, доступ к телу, да, у обычного покупателя это всегда очень приятно, что можно пожаловаться, не звонить на, не знаю, горячую линию или еще что-то, потому что понятно, что, возможно, какие-то ошибки, где-то просчеты, да, или недосчеты, что-то недосмотрели. Соответственно, клиенты обращаются уже непосредственно ко мне, я познакомился с директором магазина, вот, и они к нам приходят, скажем так, даже иногда пообщаться, вот, поэтому мы растем, вот, наверное, хотелось бы, чтобы это было сильно быстрее, вот, но у всех как бы свой путь, вот, кроме всего, мы еще используем такие там приемы, у нас вот здесь есть военный госпиталь, вот, и там, к нам приходят три раза в неделю военнослужащие и, соответственно, сопровождение с сестрой-хозяйкой, вот, они на все палаты закупают по спискам, вот, и пока что франчизе не дали возможность осуществлять доставку товара через онлайн-заказы, мы уже практически это делаем сами, мы дали телефоны, соответственно, сестрам-хозяйкам, которые формируют список того, что нужно, вот, приходят сюда с солдатами, они собирают тележки, мы с тележками до госпиталя довозим, поэтому мы такую, как бы, импровизированную доставку свою здесь организовали. Алексей, расскажите, пожалуйста, какая площадь магазина и в целом вообще быстро ли вы нашли место? Ну, площадь магазина составляет порядка 400 квадратных метров, соответственно, торговый зал 340, место выбирали достаточно долго, потому что предложил X5 несколько помещений, соответственно, в каждое помещение я приезжал, смотрел, общался с населением, насколько им, как бы, интересно было бы открыть здесь магазины, вот, ну, и, собственно, приезжал по несколько раз на объем для того, чтобы посмотреть, как организован трафик и вообще, насколько жизнеспособна эта локация. Тогда такой вопрос интересен, смотрите, комплектация магазина, то есть, вот есть молочка, да, есть там детские товары, в некоторых магазинах есть барные стойки, где можно попить кофе, где-то есть выпечка, это все формируется каким-то образом, вы сами выбираете или вам предлагают? Нет, мне предлагают, конечно, мне предлагают, потому что, исходя из площади, каждая площадь попадает под определенный формат. Насколько я знаю, четыре формата предусмотрены у группы, соответственно, мы второй формат, который не подразумевает кофемашины, вот, ну, честно говоря, изучив вопрос, здесь она пока не очень сильно востребована, здесь мало кофеманов. Но в дальнейшем можно как-то расширяться? Вообще, в целом, вы планируете еще один магазин, например, открыть? Да, конечно, как говорится, плохо тот, как лейтенант, который не мечтает стать генералом, поэтому, конечно, я думаю об открытии следующего магазина. Ну что, дорогие друзья, распаковка франшизы пятерочки подошла к концу, обратная модель франчайзинга действительно уникальна в России, во многом привлекательна, риски есть, от них никуда не уйти, как и в любом другом бизнесе, но тут, благодаря поддержке со стороны франчайзера, они минимизируются. Еще один важный вариант, хотелось бы тут подчеркнуть, как и в любом успешном бизнесе, в розничной торговле без вовлеченности собственника никуда. То есть, магазин быстрее выйдет на окупаемость, если проявлять активность, инициативность, участвовать во всех процессах, тогда вы будете двигаться, конечно, быстрее. Я надеюсь, что у нас получилось объективно донести до вас информацию, и я надеюсь, что было интересно. Но, по крайней мере, мы пытались разобраться не только с помощью владельца франшизы, но и с позиции самого франчайзи. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Если вам понравился наш выпуск, то ставьте, пожалуйста, лайк под видео и обязательно подписывайтесь на канал. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги, инвестируйте с умом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok